...стихии, делать естественные движения и обходить защиту противника. Только обходите ей. Если вы ее не обходите, а преодолеваете, уже вы даете шанс противнику сработать против вас более успешно. Поэтому, пойдемте. Я что делаю? Я обхожу, включаю плечо в степени свободы. Все, как раз обошел, вот он мне так дал, да, в данном случае. Я обошел, сработал так. В другом случае, допустим, я обошел, чтобы он дал так. Я сработал так, видите, не потому что я это хотел, а потому что он так выставил мне руку там и так далее. Я только обхожу его степенью защиты и с этим начинаю работать. Потом я, раз его сознание, здесь я обошел степенью защиты и сработал. Понимаете? То есть я вот этот привык, чтобы потом обошел степенью свободы и сработал. Усиливаю степенью свободы. Даю, раз, раз, бам, пошла работа. И здесь я сразу, ощущение, что он меня захватил, понимаете? Поэтому он дает мне ощущение, что захватил, а теперь начинаете управлять. То есть человек идет, я его управляю. Ощущение, что он управляет. Я нечем не управляю, что он управляет. Даю ощущение, что, допустим, он захватил. А я начинаю делать, что он управляет. Понимаете? Как только у меня ощущение, что руки его здесь, его руки будут тянуться туда. Как работает сознание? Это никак не обойтись. Вот даю, раз, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все. И сейчас следующее упражнение. Вы даете с ощущением, раз, обошли его, и на работу. Далее ощущение, что он пошел, раз, и вот, и все, и на работу. Обошли его, и на работу. Опять что, обходите напряжение, обходите защиту, увеличивая просто степень и свободы. Никакой магии, бесконтакта, еще чего-то нет. Есть только работа нашей центральной нервной системы, наша пультерология, и физика, седьмой, восьмой класс, механикой, как любил говорить Алексей Алексеевич Ханович. Вот, а все. Далее ощущение, все, раз. Книга о ловкости и ее развитии. Выпущена, по-моему, в 30-х годах, 20-м век. До сих пор многими не прочитано, даже теми, кто должен знать на языке. Ну, такие ленивые у нас люди. Причем, на границе, как только они слышат что-то, да, они находят и переводят это все и читают. А у нас вот, пожалуйста, на русском языке, читать не хочу. Ганзин на русском языке, Бельштейн на русском языке, Козырев-Астрофизик на русском языке. Не нужно не переводить ничего. Это люди, которые обогнали свое время на 100, 200, 300 лет. А мы этим не пользуемся. Все бьем. Усиливаем степень напряжения. Усиливайте уже степень напряжения. Все, сейчас упражнение. Даете ощущение? Все, попарим. Я подойду. Спасибо.